МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. И Евгения Бутко, помощник прокурора области по правоволному обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Евгения, здравствуйте. Добрый день. И тема наша сегодня будет касаться незаконной рубки лесных насаждений. Я написала дальше расшифровку ответственность для граждан и бизнеса. То есть мы постараемся сосредоточиться и на тех нарушениях, которые производят юридические лица, и на тех нарушениях, которые вольно или невольно могут совершить граждане. Тем более, что это взаимосвязано. Тем более, что эти вещи иногда бывают взаимосвязанными. Совершенно верно. Наталья, ну, может, вы нам тогда поясните, что в понятие незаконная рубка лесных насаждений входит? Да, давайте коснемся этой проблемы. Значит, что такое незаконные рубки, почему с ними государство осуществляет борьбу, так скажем? Это одна из самых острых проблем на сегодняшний день российского лесного сектора. И общий экономический ущерб бюджету от незаконной заготовки древесины, ее оборота по разным оценкам ежегодно составляет от 13 до 30 миллиардов рублей. Это в целом по России? Это в целом по России. Незаконные рубки наиболее распространены в экспортно-ориентированных лесных регионах, на границе с Китаем, в частности. Проведенный в некоторых регионах аэрокосмический мониторинг лесного фонда показывает превышение фактических объемов рубок над заявленными в три раза. И по данным вне лесной промышленности, более 21 миллиона кубометров вывезенной древесины, или порядка 25% в общем объеме, сокрыто от учета и выведено из-под налогооблагаемой базы. Это для того, чтобы мы себе представляли примерно масштаб бедствия. То есть это серьезные цифры. Бюджет необходимо наполнять, безусловно. И лес это наше достояние, богатство. И нельзя допускать бесконтрольного его оборота. Ну вот это если мы говорим про аэрофотосъемку, это вот Сибирь прежде всего, да? Это Сибирь, эта система сейчас внедряется. Причем могу сказать, что технологии уже достигли такого высокого уровня, что можно определить даже единично спиленное дерево. То есть не только группу деревьев, но вот прямо даже единично спиленное дерево. Другой вопрос, что правоохранителям требуется достаточно много времени, то есть они это заметят через несколько месяцев после того, как это произошло. И уже тут вопрос по раскрытию преступлений, конечно, возникает. Так, а что касается Кировской области, в Кировской области, я так понимаю, ситуация все-таки более благополучная. Треть Кировской области не вывезли еще? Не вывезли, да. Давайте вот в общем, значит, какая у нас ответственность установлена за незаконную рубку. Это может быть административная, уголовная и, разумеется, гражданско-правовая ответственность. Разграничиваем административную от уголовной по размеру ущерба. Если ущерб, причиненный лесному фонду, менее 5000 рублей, это административная ответственность. От 5 до 50 уголовная по части 1, предусматривающая лишение свободы, максимально жесткое наказание, лишение свободы на срок до двух лет со штрафом. Далее от 50 до 150, это уголовная ответственность по части 2 статьи 260, более 150 тысяч рублей. Это особо крупный размер. Наказание предусматривает часть 3 статьи 260. Это у нас уже тяжкий состав, это будет лишение свободы на срок до 7 лет, он точно так же со штрафом. Параллельно к статье 260, как правило, всегда добавляется статья 191 с точкой 1. Это приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыт или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. То есть эти статьи часто вменяются совместно. Значит, что у нас является рубкой лесных насаждений, что это вообще? Под рубкой лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, следует понимать их валку, в том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля, кустарника от корня, а также иные технологически связанные с ней процессы, то есть стрелевка, переработка, хранение древесины в лесу или рубка с нарушением требований законодательства. Точно так же является незаконной рубкой. Что это за рубка? Это рубка без оформления необходимых документов, то есть в частности без лесной декларации или договора аренды леса, без технологической карты, в объеме превышающем разрешенный, либо с нарушением породного возрастного состава деревьев, либо за пределами лесосеки. Это у нас разъяснение Пленума Верховного Суда по данному вопросу имеется. Что не относится к предмету указанных преступлений? Это деревья, кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, на приусадебных земельных участках, земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного гаражного строительства, введения личного подсобного дачного хозяйства. То есть там можно рубить без оформления документов? То есть на своем дачном участке вы вправе спилить любое дерево, если оно вам мешает. Но, однако же, охранные полосы различных дорог, автомобильных, железных, защитные полосы полей, они все же относятся к предмету указанных преступлений. То есть рубить такие деревья, несмотря на то, что это не земли лесного фонда, а, например, охранные полосы, мы также не вправе, и это тоже уголовный состав. А вот у меня, кстати, такой вопрос, очень бытовой, наверное, и практический. Может быть, кто-то сталкивался. Нынче просто летом мы ездили в Юрью, да, в Юрье, кто знает, может быть, там кладбище расположено, ну, в сосняке. У них кладбище довольно старое, там высокие сосны. Естественно, эти сосны падают периодически, там ломают оградки и прочее. И вот ты приезжаешь, и ты видишь, что там потенциально опасны две или три сосны. И если ты, например, можешь вызвать кого-то и прочее, спилить эти сосны, должен ли ты как-то документально это оформлять? Ну, мне так кажется, что это земли поселений, во-первых. Это не земли лесного фонда, однозначно. Органы местного самоуправления, они в том числе безопасное нахождение граждан в общественных местах должны обеспечивать. То есть они должны заниматься аварийными деревьями. Да-да-да, это безусловно. Я думаю, что к администрации поселения может любой гражданин обратиться, получить разрешение. Другой вопрос, из какого источника и каким образом это финансируется, вот вопрос. Но мне кажется, тут даже прокуратура может как-то среагировать, предписания вынести. Нет, конечно. Там просто деревьев очень много, по каждому дереву не довыносишься предписаний. Но тут дело не то, что предписания, просто мы будем так говорить о том, что они так или иначе должны принимать определенные меры для, то есть в рамках благоустройства, это все равно так или иначе, в том числе на территории тех же кладбищ. Если помните, где-то осенью были несколько публикаций как раз в СМИ о том, что были недовольны граждане, что спиливают деревья рядом с гостиницей «Россия». Да, было дело. Ну, как раз получается, что это вот именно в рамках подобных мероприятий, которые проводила администрация города, то все было признано, в общем-то, законным, обоснованным. Но мы все-таки сегодня будем говорить о коммерческом лесе, да, прежде всего. То есть это территория именно лесных делянок, что называется. Ну да, да. В основном, мне кажется, да. И вот вернемся к тому, что у нас помимо уголовной еще предусмотрена гражданская право и ответственность. Независимо от того, дали вам штраф или возбудили уголовное дело или не возбудили по каким-то причинам, иски о компенсации вреда окружающей среде, они могут быть предъявлены в течение 20 лет. То есть вот такой длинный очень срок исковой давности. То есть если правоохранительные органы, и в частности, мне известно, что прокуратура при выявлении таких фактов, она обращается в суд с соответствующими исками. Притом неважно, виновны вы или нет, но если вы арендатор лесного участка, где произошла незаконная рубка по непонятным для правоохранительных органов причинам, то ли это местные жители вырубили, то ли это вы, то ли это еще какие-то злоумышленники, в течение 20 лет, я думаю, что с вас обязательно будет взыскан ущерб, причиненный лесному фонду. И эти цифры, они очень существенны, конечно. То есть нет такого, что там сделал, меня не поймали и все. Такие случаи бывают в Кировской области. Такие случаи, что прям за очень много лет прошло, и переходят внезапно. Правило, эти все меры применяются здесь и сейчас, поскольку дело расследуется, дело рассматривается в суде, то есть так или иначе, это все находится на контроле, правоохранители в том числе и нашим в этой, поэтому здесь однозначно принимаются меры для возмещения этого ущерба государства. А есть какие-то цифры по статистике, да, сколько, я не знаю, за последний год или за сколько-то лет возбуждено было дело административных по незаконным рубкам уголовных? Если мы по нашему региону возьмем. Ну вот да, я думаю, что Евгений слово предоставит. Да, Евгений, я прошу прощения, у нас микрофончик помните, да? Да, я по нему забыла, конечно. Да, я хотела бы отметить, что вот как раз данный вопрос находится постоянно на контроле органов прокуратуры, нами принимаются меры, соответственно, проводятся проверочные мероприятия, ну, как я говорю, еще раз принимаются меры реагирования для их устранения. Немножко хотела бы остановиться на цифрах, я думаю, что они как бы покажут как раз актуальность этой проблемы. В этом, вот только за 10 месяцев текущего года, нами в сфере лесопользования было выявлено 1037 нарушений законодательства. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра составляла 555 правонарушений. То есть почти в два раза больше? Да, да. То есть нами проведено было 743 проверки. Это вы проверять стали больше или нарушать стали чаще? Ну, я могу сказать, что была определенная просто проведена работа, направленная на усиление данного направления. То есть контроль все-таки вырос, контроль вырос, с этим связано. Ну, просто данное направление, на него просто обращено было дополнительное внимание. И опять же, где-то, сами знаете, что для нашего региона все эти вопросы, они на слуху, вот, и в этой связи как бы вот такая работа была проведена, то есть и граждане обращаются где-то, то есть тут как бы много повод для проведения проверочных мероприятий. И вот как раз для устранения подобных нарушений нами, значит, в текущем году было принесено 23 протеста. В суд направлено 106 исковых заявлений на общую сумму 25 миллионов рублей. Также внесено 486 представлений, и по результатам их рассмотрения 296 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. И помимо этого, значит, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 19 уголовных дел. 25 миллионов – это сумма ущерба? Ну, конечно, конечно. Вот, то есть, в принципе, ну, опять же, несмотря на всю активизацию нашего прокурорского надзора, для нашей области есть определенные проблемы, которые находятся в нашей сфере, можно сказать, деятельности. Вот если, ну, можно коротко на них остановиться, да, которые видим мы. Значит, первое, ну, так мы как бы блоком их, да, это лесоустройство, кадастровый учет лесного фонда. Да, если вернуться, ну, обратиться немножко к цифрам, то площадь земель лесного фонда Кировской области вообще составляет 8 миллионов гамм. Гектаров. Гектаров, да. Все лесные участки поставлены на государственный кадастровый учет, им присвоены условные кадастровые номера, и, конечно, и определены границы в отношении участков лесных общей площадью 5,9 миллионов гектар. Вот, но в связи есть определенные моменты, когда не принимаются должные меры по проведению лесоустроительных мероприятий, и, вот, например, в целях устранения данного нарушения нами в текущем, как раз в октябре текущего года было предъявлено соответствующее исковое заявление на Министерство лесного хозяйства Кировской области, которое находится в настоящее время на рассмотрении. Следующий блок вопросов, которые тоже находятся у нас на контроле, это осуществление государственного лесного надзора. О чем мы говорим, да, ну, то есть, как показывает практика наша, да, на территории региона имеется определенная нехватка должностных лиц, которые осуществляют этот государственный лесной надзор. И, соответственно, здесь, ну, должны быть приняты определенные меры для того, чтобы эту проблему также решить. То есть, не хватает, подожди, не хватает кадров для того, чтобы осматривать лес, например, нарушений каких-то. Лисичек не хватает. Да, все правильно, все правильно. Так, и вот еще одна проблематика, это задолженность за пользование лесами. Тоже она актуальна для нашего субъекта. Если, опять же, немножко остановиться на цифрах, то по состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по плате за использование лесов в федеральный бюджет составляет более 180 миллионов рублей. Это что за деньги? То есть, это вот арендаторы каких-то участков лесных должны их выплачивать? Скорее всего, да, кто должен вносить аренную плату, там, ежеквартально, как правило. Ну, вот, видимо, они ее не вносят. И здесь, конечно, есть определенная проблематика тоже для решения этого вопроса. Но нами тоже в текущем году, например, принимались меры, вносились акты прокурорского реагирования в правительство области. Некоторые из них находятся в настоящее время еще на рассмотрении. Вот, ну, и опять же, если вернуться к началу нашего разговора, о чем говорила Наталья, если остановиться как раз, ну, на противодействии преступлений в лесной сфере. Здесь, я думаю, будет правильно как раз вернуться к цифрам к определенным, да, какие у нас имеются на сегодняшний момент. Значит, за истекший период 2020 года всего было выявлено 253 преступления, связанных с нарушениями законодательства в сфере лесопромышленного комплекса, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, если говорить в конкретных цифрах, то за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 213 таких преступлений. В число зарегистрированных в текущем году преступлений, в частности, вошли 165 незаконных рубок. Кроме того, значит, в текущем году, опять же, о том, говорю о чем Наталья, да, впервые с 2016 года выявлены 4 преступления, предусмотренные статьей 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые непосредственно связаны с незаконным приобретением, хранением и переработкой в целях сбыта заведомо незаконной заготавливаемой древесины. И возбуждены уголовные дела. Ход расследования, конечно, находится на контроле прокуратуры области. Вот достаточно яркий такой пример, которым хотела бы... Да, давайте прямо на конкретных примерах. Да, конкретный пример. Значит, у нас в текущем году было направлено в суд, и, значит, направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, значит, такого 72-летнего жителя Вятскополянского района, который обвинялся в совершении четырех незаконных рубок на территории Вятскополянского участкового лесничества. Да, Евгения, а мы можем там хотя бы приблизительно озвучить сумму ущерба или фабулу? Конечно, конечно. Что он сделал-то? 72 года? Да, да, да. А сам-то он не лесничий? Нет. Значит, по версии следствия, значит, данный гражданин в период с 2011 по 2015 год, но он как бы в тот момент... Ему было меньше лет в тот момент, да. Он раньше-то был лесничим на самом деле, и он являлся в момент совершения как раз преступления руководителем ООО «Лес», предложил своему сыну, действующему лесничему, совершать систематические незаконные рубки в арендных участках ООО «Лес» путем выруба наиболее ликвидных хвойных пород, древесины, в целях извлечения максимальной прибыли и ее последующего распределения между участниками организованной группы. То есть они рубили больше, чем могли, или на тех участках, на которых не могли? На тех участках, которые должны быть переданы в аренду в установленном законном порядке, то есть это же аукционы. Они знают, что этот участок будет передаваться в аренду, но заранее там уже кое-что под прирубили. То есть, получается, следующий хозяин получал участок уже с пиньками. В общем, потихоньку они рубили и рубили, и в результате как раз преступных действий сына и отца лесному фонду был причинен ущерб на сумму более 4,2 миллионов рублей. Так это немало они срубили. А куда они сбывали? Хорошо они порубили. Это же нужен канал какой-то. Я думаю, что, наверное, находились какие-то у них покупатели, которым это тоже было выгодно. Или сопереработчики, которые покупают без документов. Без документов, соответственно, по изначально заниженной цене. И тут, можно сказать, какой-то интерес есть у той и у другой стороны. И как раз вот этот ущерб в ходе расследования был возмещен в полном объеме. То есть в процессе пока шло следствие? Виновные тогда или подозреваемые возместили. Для того, чтобы смягчить свою ответственность, я хочу сказать. То есть, судя по всему, вину они признавали, да? Да, да, да. Тут все не просто, все равно так, да. Значит, вот приговором Вятскополянского районного суда, он свежий приговор, от 11 ноября 2020 года данный гражданин признан виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере полтора миллиона рублей. Но всего того, что приговор свежий, он еще в законную силу не вступил. То есть вот фактически вот-вот. То есть штраф полтора миллиона плюс возмещение ущерба того самого, да, который был причинен. Но я хочу сказать, Евгения, что это ведь достаточно мягкий приговор. То есть там, где у нас организованная группа, вот, ну, в практике у адвокатов бывало, да, где несколько лиц привлекаются к ответственности, то, как правило, это реальные сроки лишения свободы. Может быть, возраст учли, я не знаю, это могло сыграть роль. Я думаю, что все совмещающие обстоятельства были учтены. В том числе и возмещение ущерба. Потому что я хотела сказать, что в настоящее время адвокаты, они замечают тенденцию в Кировской области ужесточения наказаний. То есть если в других субъектах применяется лишение свободы условно, штрафы, то у нас, как правило, это реальное лишение свободы в последнее время. И это некая проблема. То есть мы считаем, что наказание жесткое, но вот этот пример... А это связано, может быть, с повышенным вниманием Кировской области со стороны федерального центра? Потому что недавнее заявление Бастрыкина, что в Кировской области, по-моему, преступлений в лесной сфере чуть ли не больше, чем много где в России совершается и прочее. То есть повышенное внимание федеральных органов к нашему Кировскому лесу на протяжении последних лет. И строгость наказаний. Не думаю, что Бастрыкин и политика государства как-то могут повлиять на судебную практику. То есть судебная власть – это у нас отдельная ветвь власти. Практика сложилась. Нет, я не думаю, что было давление какое-то. Я просто думаю, что раз есть общественный резонанс, суди более там... Ну, суди принимают решение не в соответствии с общественным резонансом. Поэтому мы будем надеяться, что в соответствии с законом только. Мы искренне надеемся на это принимать, свои решения. Ну вот вы смотрите, да, получается, вот если вот об этих лесничих и бывших лесничих говорить, соответственно, то есть у них был канал сбыта или каналы сбыта. То есть получается, есть спрос. Покуда есть спрос, будут фиксироваться и дальше эти правонарушения. Принимаются какие-то шаги, чтобы ликвидировать всю вот эту цепочку. То есть я не знаю, чтобы те, кто занимается древесиной, не могли заниматься этим без каких-то документов. За этими компаниями как-то следят, чтобы они не принимали в обработку, там, я не знаю, древесину, которая без документов. Это как-то вообще регулируется? Это регулируется. У нас есть единая государственная информационная система, да, ИГИС лес, если я правильно говорю. То есть у нас все сделки с древесиной, определенные цепочки сделок, они, в принципе, прозрачны и прослеживаются. Если я заготовил, я внес соответствующие данные, следующий, кто продает, указывает часть этой партии. То есть, в принципе, определенная прослеживаемость, она существует. Но при этом огромное количество небольших каких-то лесоперерабатывающих, там, лесопилочек и всего остального, вот я вижу, наблюдая там в нашем регионе, и везде там, наверное, по районам области. То есть каждую ведь из них, наверное, и не проверишь. Но они все должны быть подключены к системе-то ведь? Я думаю, что да, все пользуются. Конечно, по-правильному, назовем так. Но мы же сейчас исходим из того, что существует у нас такой состав преступления в уголовном кодексе. И опять же, соответственно, если люди совершают, то есть и спрос на это. Тоже, значит, кто-то также желает купить... Подешевле. ...это железо подешевле, потом его, соответственно, как-то продать, при этом не имея никаких для этого полномочий и оснований. То есть есть именно, ну, как говорится, правосознание каждого человека, как и при совершении любого вида преступления, правонарушения. Но для покупателя тут никакой ответственности не наступает. То есть если выясняется, что это в процессе работы над делом, выясняется, кто конкретно купил этот лес, для него какие-то последствия есть или нет? Ну, конечно, так или иначе, он же попадает в поле правоохранителей, безусловно. Приобретение за приобретение. Да, статья 191.1 – это переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. То есть переработчик тоже отвечает. Другой вопрос – как доказать, что ему это заведомо... Было известно. Было известно. Без документов привезли, как еще. Ну, почему? Кажется, мы очень много доказательств говорили в прошлом часе, и опять к этому же вернулись. Что это вопрос доказывания. Да, вот смотрите, есть у меня делянка, и она, допустим, предположим, хвойная. И в ней есть листва. Но, к сожалению, как говорила уже Евгения, у нас есть проблемы с инвентаризацией лесов. Кто-то не заметил листву. У меня сплошная рубка. Я ее вырубила всю. По декларации у меня только лес. Хвойная. Но листва-то у меня осталась. Вот она лежит. То есть у вас лежит греза. Я могу к документам продать кому-нибудь, ну, не знаю, хвою. Когда это будет переработано, тут уже специалистов надо привлекать, чтобы определить доска хвойная, лиственная. Ну, не знаю. Это вот мои такие обывательские рассуждения. На рекламу нам нужно прерваться. Полторы минуты после вернемся. Евгения Бутко, Наталья Костина в нашей студии. О незаконных действиях лесорубов говорим сегодня. Ответственность для граждан и бизнеса. Я еще хотела спросить у Евгении. Ну, то есть вот мы говорим про незаконные рубки, да, а ведь преступления в лесной сфере, они связаны не только вот непосредственно с этими действиями, да. То есть там много всего. И те громкие уголовные дела, которые... Ромахать необязательно. Да, в нашей области происходят. Они не всегда связаны именно с рубками. Ну да, в этом году, ну, хотела бы привести вот такие показатели, что в указанной сфере было возбуждено 11 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, когда по фактам незаконной рубки лесных насаждений, совершенных с использованием служебного положения. Также выявлялись факты получения лесничьими незаконных вознаграждений и противоправной деятельности должностных лиц при реализации мероприятий национального проекта «Экология». В частности, при организации лесовосстановительных работ. Если вот говорить один как раз из примеров, которые касаются названного мной национального проекта, то по результатам, по материалам прокурорской проверки было, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Кировгослесхоз по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в части организации вот как раз лесозаготовительных работ. Также были в отношении этого лица возбуждены уголовные дела под пунктом Б и В части 5 статьи 290 по факту получения взятки в размере 700 тысяч рублей за заключение договора на поставку товара для лесозаготовительных работ. И тут же он и совершил еще преступление, предусмотренное часть 1-292 и часть 2-269. В настоящее время данное уголовное дело по нему следствие окончено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Все, наверное, жители нашей области знают, это, в общем-то, на слуху в средствах массовой информации, что в истекшем периоде 2020 года правоохранительными органами была привлечена незаконная деятельность организованной группы, в которую входили вице-губернатор Кировской области, министр лесного хозяйства области, руководители Киров-Гослесхоз. Ну, как раз вот, да, вот эти предприятия. Да, и милиция, которые в течение 2019 года получили взятки в виде денег в крупном и особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателей, за заключение договора в купле-продаже древесины с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Ну, это как по версии следствия, конечно же, поскольку данное уголовное дело еще находится в стадии следов... Расследования? Расследования, поэтому... И судом еще не доказано. Да, судом они не доказаны. В этой связи как бы это по версии следствия, вот, то есть это как раз сейчас расследуется. Гиблое место какое-то, Вятский лес, честное слово. Сколько там народу уже погорело на нем? Я даже думаю, что тут не то, что Вятский лес. Наверное, это проблематика актуальна для многих регионов. Вот, все-таки, поскольку в России лес так или иначе... Лес наше богатство, да, на богатство всегда есть много желающих. Поделите его. Здесь вот такой момент. Наталья, а все-таки вот, если мы говорим о причинах, да, незаконной рубки, то есть эта история исключительно коррупционная, какой-то вот, ну, под собой имеет такой базис, да? Или все-таки есть еще какие-то причины? Ну, с учетом вот изучения судебной практики, насколько она нам, да, адвокатам известна, могу сказать, что нет. И вот Евгения озвучила ряд проблем. То есть это в том числе и причины. Какие причины? Бедности, безработица, особенно среди сельского населения, жителей деревень, поселков, то есть необеспеченность рабочими местами жителей определенных населенных пунктов, да, отсутствие возможности получения легального дохода, плюс низкая правовая грамотность населения. Как правило, когда читаешь приговоры, которые там по части первой, то есть с небольшим ущербом, да, причиненным лесному фонду, как правило, это приговоры, когда гражданин пошел и с целью заготовки дров прирубил себе там несколько деревьев. Ну, вот такое бывает, да. Слушай, я же живу рядом с лесом, да? Нет, ну хорошо, но срубит и тогда сухорастущее какое-нибудь то, которое уже предметом преступления не является, то есть они сырорастущие. Это эти елки, думает человек. Ну вот, это раз. Второе, там нужно мне отремонтировать, не знаю, забор, баню, там еще какие-то сельхозпостройки, а для этого мне там нужны бревна. Вот пошел, тоже срубил. Это основная масса. Вот это вот тоже... Ну, это низкая правовая грамотность действительно, да? Ну, и в том числе невозможность приобрести эти ресурсы легальным путем так получается. В том числе. И здесь еще одна причина. То есть это чрезмерное несправедливое ограничение доступа к жизненно важным для населения ресурсам леса. То есть это неэффективная реализация органов местного самоуправления обязанностей по снабжению населения дровами для отопления. Вот такая вот причина тоже выделяется. То есть либо слишком дорого эти дрова, либо слишком долго их везут. Да. То есть они уже не нужны, а вот сезон сейчас наступил. Мне сейчас надо. А нет такой практики, что где-то там в границах муниципалитета выделяются какие-то участки? Они выделяются. Существует определенная процедура. И гражданин вправе обратиться в органы местного самоуправления. Другой вопрос. Тут, может быть, волокита какую-то роль играет. Еще что-то. То есть ему не своевременно это все выделяется. А вообще... Да, опять же надо госпошлину какую-то заплатить. Там еще чего-то. То есть есть определенная процедура. Пакет документов, да, какой-то собрать. То есть гражданин думает, ой, ну пойду там два дерева... Кто заметит, да? Никто не заметит же. Но, как правило, замечают. А как, кстати говоря, устанавливается это все? Ну то есть если есть, например, инспектор какой-то, и он там ножками обходит все... Инспектор лесоохраны идет и видит, что там в защитной полосе дорог, да, не там, где надо, либо там в какой-то делянке, которая в рубку не была отведена, была осуществлена рубка. Свежая порубка, да. Да. И если кому-то из граждан кажется, что их не найдут, то это не всегда так. Пусть и латентность тут высокая у нас, да, у этой преступности, но тем не менее их находят. В том числе назначают экспертизу срезанных, спиленных там вот этих вот пней, спилы берут, определяют, каким именно, да, инструментом была осуществлена рубка, срезка дерева. То есть можно даже вплоть до прямо конкретной цепи бензопилы определить. Слушайте, неужели кто-то этим заморачивается? Этим заморачиваются, как вы выразили, правоохранительные органы. Извините, да, за это слово. То есть смотрят, на каких автомобилях приезжали, то есть протектор шин, вплоть даже до, получается, окурков, сигарет, вот насколько я знаю, исследовалось, в том числе на предмет слюны. Да, то есть доказывают, что вот именно эти граждане совершили вот данное преступление. А, я не знаю, как-то удельный вес этих преступлений или ущерба, да, то есть, условно говоря, ну, я понимаю, что это несколько там некорректный, да, вопрос, но сколько система затрачивает на поиск нарушителей, которые нанесли вот этот ущерб дровами и тех, кто наносит многомиллионные ущербы? Ну, это, вот я не согласна с тем, что тот, кто срубил два дерева, да, может быть, нам не расследовать это преступление? Нет, это вообще из-за того, что... Понятия, понятия, простите. Это всё равно профилактика и пресечение, это всё равно в любом случае необходимо проводить. Ну, то есть, это нарушение закона, за нарушение закона должна быть ответственность, мы об этом говорим, вне зависимости от того, какая сумма ущерба и сколько потрачено будет на поиски этого самого нарушителя. Ну, то же самое можно сказать там про любую кражу, про любое мошенничество и так далее, что подумаешь, сумма небольшая, еще искать его, не нужно этого преступника. Здесь же, ну, как бы... Та же самая история. Та же самая история. Конечно, оно, в общем-то, касается любого вида преступлений, в том числе, конечно, и в лесной сфере. Поэтому здесь мы исходим из того, что лицо, совершившее преступление, правонарушение должно нести предусмотренную законом ответственность. И, конечно, деятельность правоохранительных органов, там, контролирующих, прокуратура нацелена на то, чтобы это выявлялось, и люди привлекались к ответственности для того, чтобы, ну, как бы они больше этого не совершали, а как по-другому. Ну, понятно, то есть здесь речь не о целесообразности там наказания и его стоимости, а о том, что оно просто должно быть, потому что это профилактика подобных же, да, правонарушений и преступлений. Новый год близится. А, вот, кстати, да, период-то, ну, зима, во-первых, да, и дрова. И мы немножко так, да, резюмируем по физическим лицам в таком случае, что если уж очень хочется ёлочку, то её лучше купить, да, на организованных рынках, они продаются всегда. Хочется, Наталья, красивую ёлочку. И арендаторам эти ёлочки специально предоставляются, в том числе и по договору аренды, допускается рубка лесных насаждений именно новогодних елей. Я вот прошу прощения, можно, да, я скажу, вот, у меня примерно понятна логика тех людей, которые едут в лес за ёлочкой. Во-первых, естественно, не найдут и не поймают, потому что я же срубаю вот не 4 метра там, да, а маленькую какую-то. Во-вторых, а вы видели эти ёлки, которые продаются на ёлочных базарах? На них же вот, ну, без слёз не посмотришь. Вот это логика такая, да? Я как человек, который в детстве ездил с папой в лес за этой ёлочкой, скажу тебе, что найти подходящую ёлочку в лесу ещё сложнее, чем на ёлочном базаре. А там сосенка может быть, например. Потому что, когда вот этих ёлочек много, тебе кажется, что они все классные и пушистые. Когда ты подходишь к каждой конкретной ёлке, ты понимаешь, что она голая и ободранная. Ну, то есть пушистые они выглядят только все вместе. Ну, вот давайте, да. Давайте мы просто по ответственности пройдёмся, а я потом скажу, сколько стоят красивые датские ёлки. Я вам, да, поставку. Вчера вот я выбирала, значит, там, где рубка древесины разрешена, вернее, получается, заготовка древесины, которых допускается, да, это у нас возмещение ущерба, это 50-кратная стоимость древесины хвойных пород с диаметром ствола 12 и более, лиственных с диаметром ствола 16 и более. Ну, то есть, видимо, за тоненькую ёлочку не такая большая ответственность будет. Но есть у нас лесные насаждения, заготовка которых не допускается, и здесь у нас такса, причём она не самая высокая по Российской Федерации, я посмотрела по субъектам, 4824 рубля за дерево и 964 рубля и 80 копеек за куст, судя по всему. Ну, там применяются определённые коэффициенты, поэтому подумайте, ёлочку на рынке, мне кажется, купить будет дешевле. Да, можно даже не на рынке, я прошу прощения за рекламу, ну, тут вот в Леруа Мерлен в прошлом году продавались прекрасные, красивые, живые, живые там, то ли пихты, то ли какие-то штуки, ну, официально там, да, ими приобретённые. Они стоили, по-моему, там от 800 до 1500 рублей, ну, то есть, это не 4, не 5 тысяч. Да, не все рубят, некоторые ведь выкапывают маленькие ёлочки, выкапывают, уносят к себе там... Сажают в горшочек. На дачное участок сажают в горшочек. О, кстати. Это тоже будет преступлением. Серьёзно? Да. Ну, это скорее будет кража лесного насаждения, потому что неважно лесное насаждение, где оно выросло по воле человека, без воли человека. То есть, если ты поехал летом в лес за грибами, увидел красивую ёлочку и подумал, о, мне бы на участке такая пригодилась, выкопал её там. Если тебя вдруг поймают, то это всё равно будет правонарушение. Так, подожди, а кто-то думает, что ты срубил? То есть, если ёлок там 20 штук, это будет зависеть от размера ущерба, это либо административное будет, опять же, правонарушение, либо преступление. То есть, без разницы, рубим мы или с корнем мы выкапываем, это всё равно будет правонарушение. Ёлки-то не стало в том месте, где она была. Она же растёт всё равно где-то там. У меня на даче, например. Да, что не там, где должна расти. Но не там, где её проинвентаризировали, так скажем, уже. Это всё равно федеральная собственность. Где-то... Ну, в общем, это не я так думаю, я просто аргументы привожу, да, потому что, естественно, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это удивление и оторопи. То есть, мы говорим, пожалуйста, на землях сельхозназначение, пожалуйста, да. Но другой вопрос, что и земли сельхозназначения имеют своего собственника. Там собственник может быть против того, чтобы... Да, да, да. Давайте всё-таки гражданам дадим рекомендации, если они всё-таки хотят срубить ёлку, что для этого нужно сделать. Что для этого нужно сделать? Пол минутки у нас обратиться. Да, 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 то есть нужно в первую очередь обратиться в лесничество, узнать, разрешается ли на данном участке сруб деревьев, написать соответствующее заявление, заплатить установленную госпошлину, ну, как правило, это в отделении банка, вместе с представительством лесничества прибыть на место, где разрешён сруб, выбрать дерево, спилить его. И в этом случае примерная стоимость ёлки к Новому году, ну, составит от полутора до двух тысяч рублей. В общем, ёлочные базары дешевле. Спасибо большое нашим гостям, Наталье Костиной, Евгении Будко. Мы на этом дневной разворот завершаем. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова